Микс Ньюс Да, ну, может быть, начнем Вот у нас был в предыдущем эфире Глава временной администрации Вот хотелось вас спросить, все-таки, как вы Как предприниматель, как молодая мама Вообще ощущаете себя в Риге И что вы чувствуете Вот со стороны рижан Вот не со стороны, вот был взгляд чиновника Теперь вот взгляд рижанки Что вам нравится в городе Что вас категорически не устраивает Что надо было бы срочно поменять Вот, может быть, с этого мы начнем Я, конечно, патриотка Риги Вне зависимости от того, кто в власти Я этот город очень люблю Если мы смотрим на ситуацию с точки зрения Политики, управления и так далее То абсолютно ясно, что Вот эта смена, которая произошла И временная администрация Это достаточно сложно Для восприятия такого среднестатистического рижанина Потому что рижане сейчас заняты темой ковид И они не очень обращают внимание на то Кто же реально сейчас рулит в власти Мэра нет Без мэра мы живем долгое время Однако Одновременно с этим мы понимаем Как много решений не было принято Например, мне, как молодой маме Понятно то, что, например, пособие По рождению ребенка Не увеличили Хотя было запланировано То есть таких много практических вопросов Которые не решены И люди на сегодняшний момент Мне кажется, больше концентрируются на то Как выжить в данной ситуации Как пристроить, где ребенка Как, скажем, добраться до работы Если это, например, работающий пенсионер Это без льгот каких-либо То есть тут очень много таких вопросов Которые, я думаю, сейчас, конечно Висят на плечах администрации Но они, собственно, ничего сейчас не делают Того, что требуется Да, но мы с вами общались Буквально в самом начале Всей этой пандемии Буквально 2-3 месяца назад И тогда вы говорили о том Что нужна помощь от государства Нужна помощь предпринимателям Потому что падают рынки и так далее Вот сейчас мы уже как бы выходим Из чрезвычайной ситуации По прошествии этого периода Как вы можете прокомментировать Вот с точки зрения теперь уже предпринимателя Ситуацию с коронавирусом И вот вашу личную Значит, как, наверное, Многие слушатели знают Я руковожу производственным предприятием И команда наша достаточно большая Более 70 человек было задействовано На предприятии Со стороны государства Мы не запросили пособия на простое Ввиду того, что это совершенно Не было адекватно тем необходимостям Которые у нас были Единственное, на что мы претендовали Это на то, чтобы отложили выплату налогов Потому что сейчас действительно рынки упали Рынки упали как экспортные, так и местные Оборот упал И, соответственно, им нужно тоже выживать И смотреть, как бы удержаться на плаву Что касается работников То, к сожалению, мы были вынуждены Со многими работниками на время распрощаться Потому что работы нет А заявить их на простой Ну, извините, эти 400 евро Которые заявлены Но у нас заработные платы были намного выше И поэтому это было абсолютно Неадекватно Тем необходимостям, которые есть у людей Поэтому на сегодня Мы можем сказать только одно От государства От вида мы получили отсрочку по налогам Это все, на что мы, собственно Чего мы могли ожидать И это все И этого недостаточно Конечно, да Потому что, учитывая то, что это производственное предприятие И мы задействовали на работе так много человек То хотелось бы, конечно, эти рабочие места сохранить С целью дальше продолжать в обычном режиме Но, к сожалению, этого не удалось И опять-таки, как много менялось на протяжении вот этих месяцев Сначала одну отрасль хотели поддерживать Потом всех, да То есть было абсолютно непонятно, какие решения принимать Поэтому мы сделали таким образом Что решения принимаем только рассчитывая на себя Предприятие рассчитывает на свои возможности Либо безработица в одном случае Либо отсрочка по налогам Вот самое интересное, что ведь Многие забывают, что отсрочка по налогам Это ведь не списание налогов Абсолютно Ему придется платить вдвойне Именно, это просто временная помощь Которая просто на какое-то время нам позволит Распределить поток денежных средств Но это ни в коем случае действительно не отложение налогов Как, скажем, я общаюсь с партнерами из других стран И они рассказывают, что им ковид пошел на самом деле Как-то в плюс Потому что настолько серьезная поддержка со стороны государства Например, в Нидерландах партнеры рассказывают о том Как им проплачивают этот простой В каких объемах То они говорят, что вау Это то, что мы... Нет, абсолютно нет И плюс ко всему Это даже если говорим о нишевых каких-то продуктах Ну, например, представим себе Журнал о футболе Понятное дело В журнале о футболе писать сейчас нечего Нечего, да Только о том, что когда-то будет футбол И о белорусском футболе Разве что, да И в Нидерландах, да Они получают достаточно серьезную поддержку Со стороны государства Если я не ошибаюсь Он мне рассказывал, что около 6 тысяч евро Они в месяц получают просто Какой-то, да Вот, видимо, какой-то простой И плюс, естественно, по работникам Да, это индивидуальный подход В зависимости от того, какие были заработные платы Взносы в бюджет и так далее Ну, там явно Нам много цифр И они объясняют это Да, мы не закрылись Мы просто временно приостановили работу И как только все возобновится Мы будем с полными силами возвращаться Как мы видим сейчас То же самое, да Что рестораны, отрасль, гостиницы Это не будет сиюмой минуты, правильно Нам придется ждать долго Притом, некоторые решения Вот совершенно необъяснимые Вот мы знаем, что разрешили с 15 мая Собираться компанией 25 человек Разрешили собираться Люди образно выяснили Что, к примеру, кафе и ресторанам По-прежнему запрет собираться Больше двух за одним столиком Если это не родственники И получается странная ситуация Ну, кто-то примел работу И втроем зашел в какую-то там столовую Или бесто перекусить Они втроем сесть не могут То есть какая-то компания 25 человек где-то пить, гулять могут А в кафе это ведь удар И по этому малому бизнесу Потому что площади этого кафе и ресторана Столько, сколько есть Мало того, что 2 метра столик друг от друга Половина столов закрыта Еще и 2 места, где только можно сидеть Ну, и никакой компенсации за это не будет На самом деле, иногда мы задаемся вопросом Внутри коллектива о том, что вообще Те люди, которые там сидят в верхах И принимают решения Они вообще как-то сталкиваются с реальностью Или нет? Потому что элементарный вопрос Например, есть так называемое Суммированное рабочее время Это очень важный такой момент Те слушатели, я думаю, которые в бизнесе Они поймут сейчас, о чем я говорю Все говорят по-часвяки Да, именно Есть суммированное рабочее время А также есть неполное рабочее время Так вот, к сожалению У нас не предполагается то, что есть Неполное суммированное рабочее время Ну, например, вот вы проработали 3 часа в месяц Вот вам за 3 часа и заплатили Проработали 16 часов, вам и заплатили Да, и может быть в один день Вы проработаете больше, чем 8 часов А в другой только, например, 2 часа Да, здесь настолько глупо сделана Вот эта система в законе о труде Которая не позволяет нам, как работодателю Грамотно распределить возможность оплаты труда И сохранить рабочее место Оплачивая только за реально проделанную работу То есть почему, да, опять-таки Мы могли же ввести изменения По крайней мере на период Пандемии Да, пандемии Но такого не произошло, да Вот возвращаясь к городу Криги Всегда, конечно, есть какие-то приоритеты Можно так их расставить, так Но вот все обратили внимание Почувствовали, что вот В катастрофическом состоянии Находятся многие улицы, мосты Как мы знаем И Брасовский И Деговский Вот как вы все это оцениваете И как бы вы вот расставили приоритеты Я не знаю, как рижанка Как пониматель Я следила за ситуацией уже давно Что происходит в городе Естественно, мы все рижане знаем Что такое Рижские улицы Иногда кажется, как после бомбежки ездим Мне очень понравилось то, как Мэр Олег Буров Занялся этим вопросом И насколько мы почувствовали То, что за мосты Наконец-то взялись Тему Брасовского моста Он курировал лично И наконец-то было какое-то продвижение Естественно, хотелось бы Чтобы эти вопросы решались Намного оперативнее И с хозяйственной точки зрения Без политики Без мошенничества Именно на пользу рижан И то, что мы видим сейчас Это опять-таки Ну, я надеюсь Та же Чака Будет приведена когда-то в порядок Но вопрос По каким принципам Это все будет происходить И успеем ли мы Насладиться этим В ближайшее время Или это опять растянется На долгое время Но, конечно, вопрос Вообще Если мы говорим о дорогах О мостах Вопрос безопасности Вопрос возможности Передвижения тех же мам Мамочек с детьми Велосипедистов Мы не должны забывать Что город Это не только автомобили Это малозащищенные группы То есть это инвалиды То есть тут вопросов очень много И Сатекс МСДепартамент Должен на самом деле Эти вопросы курировать Более профессионально И я надеюсь С изменениями С изменениями Которые придут Очень хотелось бы надеяться Что будущая дума Будет принимать Правильные решения В отношении того Чтобы город Становился все лучше и лучше Да Ну вот Что касается Действительно Будущей реческой думы И вообще Работы Нужны ли законы столицы Потому что мы знаем Что с одной стороны Рига платит Но это фактически Все рижане Фонд выравнивает 92 миллиона евро Ну а потом выясняется Что не хватает денег Там на это На это На дороги И так далее Но если это столица И все пользуются Этими дорогами При всем уважении Не знаю К Цессису К Лимбожи К городам Конечно Но поток транспорта Несопоставим Когда говорят Ой Вы посмотрите Какие дороги Там не знаю В Лимбожи Где там Одна машина Полчаса проезжает Ну как это можно сравнить С Ригой Да И мы должны Не забывать Также о том Что очень многие Сейчас переезжают Из Риги В близлежащие районы А продолжают Работать Учиться Естественно В Риге И вот это аналоги Аналоги уходят В другое самоуправление И конечно Этот вопрос Надо решать И законом Столицей Либо другим Каким-то регламентом Потому что Ну это не дело На самом деле Это огромная проблема Что касается Потока транспортного И износа улиц Естественно Мы не можем сказать Что вы из Цессиса В Ригу не приезжайте Конечно же нет Столица для того и есть Чтобы гордиться И встречать И быть Скажем Такой радушный Да Но в любом случае Вопрос потока денег Да Это нужно координировать Вот вы как Болодая мама Вот все-таки Есть сейчас возможность Вот пример В Риге Если мы о Риге говорим Не знаю Получить консультацию Там всех детских специалистов Там педиатр Я вам сейчас расскажу Во-первых Я Да Я Буквально Полтора месяца назад Стала второй раз мамой И испытала на себе Все прелести В кавычках Того Что значит Быть с младенцем на руках И не попасть никуда То есть В поликлинику Ты попасть не можешь Не рекомендуют Туда приходить Поскольку Пандемия Патронажные сестры Так называемые Которые были еще В те давние времена Тоже не приезжают Учитывая Да Не приезжают Учитывая риск Только в случае Если у вас есть Какие-то серьезные проблемы Я должна сказать Что моему ребенку Будет 8 июня Уже 2 месяца И я до сих пор Не знаю Какой у него вес и рост Потому что дома Нет весов Специальных для младенцев И нас еще не взвешивали И не измеряли После роддома Что касается Каких-то Вопросов Например Консультаций Можно их получить По телефону Но опять-таки Что это за консультация По телефону Приложить подорожник Все равно хочется Общения Тет-а-тет Хочется Чтобы ребенка осмотрели Потому что я не специалист И может быть Сначала мне кажется Что да Все в порядке Возможно Есть какие-то нюансы Которые я Как мама Может быть Никак медик Не вижу Так что В этом плане Конечно Очень много ограничений Слава Богу Что Нас как-то обошло Стороной Всякие болезни И нам не приходится Сейчас обращаться К специалистам Но я знаю Что были ситуации Когда какие-то плановые Даже вещи Откладывались Ввиду Ввиду Пандемии Ну у вас так получилось Да Что роды проходили Можно сказать В самый разгар Всего происходящего Начало апреля Это было По количеству Там заболевших Самый так опасный период И так Для вас это были Вторые роды Вот Какая разница Ощутили ли вы В какие изменения Дополнительная безопасность Выпускали Во-первых Я рожала В роддоме На мера Что Всегда Там В порядке Это персонал Конечно Замечательные Специалисты С отличным подходом И так далее Но Естественно Это невозможные Роды С участием Партнера Это первое Ограничение Которое С которым Столкнулись Мамочки В апреле Я знаю Я знаю Что В Юрмале В Сигулде Еще В каких-то Регионах Были возможности Такие В Риге Они были Отменены И Как мне Рассказывали Специалисты Из роддома Что у них Сразу Снизился Поток Родивших Именно В рижском Роддоме Потому что Переезжали В другие В близлежащие Это был принципиальный вопрос Для многих Мамочек Кто хочет Например Партнерские Роды То Буквально Недавно Я была Еще На визите К врачу В роддоме И они Объяснили Мне Что сейчас В роддом В роддом У меня Была Такая Экстренная Ситуация И я попала Только ввиду Того Что экстренная Ситуация Значит Что касается Сейчас Их Комментариев То они Говорят Что Был Прямо Таки Бум И Опять Возвращаются Роженицы Именно В рижский Роддом И больше Не ездят По Региональным Клиникам Где можно Собственно Родить Вот Так что Я должна Сказать Что В роддоме Все хорошо С точки Зрения Персонала Все хорошо С точки Зрения Дезинфекции Мер безопасности Да Но все Таки Ограничения Для которых Это было Важно Да Но К сожалению Важный Момент В жизни Рождения Ребенка Да Соприкасается Вот с такими Вещами Ну а Какие-то Еще Изменения Были Кроме Отсутствия Партнера На роду Нет Я должна Сказать Разве Наличие Может попасть Никогда Никогда Не пускали И он Даже Не знает Кто Родился Он Кричит Естественно Мальчик Она Говорит Нет А Компример Возвращаясь Не так Быстро Как Может быть Ковид К счастью Ну вот На ваш взгляд Какие должны быть Не знаю Там Программы Может быть Какие-то Решения И новая Рижская дума Которая придет Надеюсь В конце Сентября Чтобы привлечь Этот бизнес Чтобы привлечь Инвесторов Чтобы Рига Как-то Начала Активизироваться Потому что Очевидно Что еще Потоки Туристов Какого-то Времени Не будет Как вы Это видите Конечно Работа С предпринимателями На уровне Самоуправления Должна быть Более Тесной Потому что До этого Такого сотрудничества Не было И Нужно поддерживать Связи Естественно С посольствами Других стран Это Вопрос Мне кажется Компетенции Будущего мэра Это Несомненно Мне кажется Требуется Какой-то совет Который Создавал бы Действительно Вот этот План По коммуникации Конкретным Работам С предпринимателями Которые Находятся В Риге По тому Как им Помогать Также Какие-то Деловые встречи При Круглых столах Которые бы Организовывало Самоуправление Потому что На уровне Поддержки Города Когда приезжают Например Предприниматели Или какая-то Бизнес-делегация Из других стран Здесь нужен Диалог Диалог не только На уровне Скажем Правительства Но и на уровне Города Потому что У нас в Риге Много предпринимателей Из разных Из разных Отраслей Также Я как Представитель Производственной Сферы Всегда За это Борюсь Потому что Мы Производим Продукцию Которая Может Конкурировать И с Китаем И с европейскими Странами Вообще Производить Сейчас Канье Это В том-то и Дело И поэтому Именно На уровне Скажем Должностных Лиц Также Самоуправлении Можно решать Практические Задачи И я считаю Что Действительно Не хватает Такого Активного Совета В котором Были Представители Например Фракции Из разных Партий Для того Чтобы был Действительно Серьезный Подход По работе С предпринимателем Ничего не было До этого Я знаю Что какое-то Время Того назад Я Ну По просьбе Партии Вы занимались Активно Вот это АПКМС Бедри Вот это Все что связано Вот с этими Их называют Ну а края На самом деле Это микрорайоны Риги На русском языке Если говорить Вот что людей Все волнует Какие такие Совсем больные места Вот что надо Вообще лечить Скажем От Новой Рижской думи Это конечно же Вопрос дворов Все что связано С территорией Которая находится Рядом с домом Это дороги Это площадки Это возможность Это уже не проехать Это уже не проехать Это вопрос решения Автостоянок Да Конечно там очень много Мы сталкиваемся С вопросами земли Да То есть чья Это собственность Бумская Частную складывать нельзя Да Или частную Складывать нельзя Это нужно вести Конечно же Такую Работу Для того чтобы Объяснять Жителям Да Что можно Что нельзя Опять таки Это конечно вопрос Рига Снаму Парвел Который в принципе Одинаков Практически Для любого Микрорайона Доступность Среды Для детей Для передвижения На велосипедах Это тоже Один из вопросов Для того чтобы Я всегда выступала Сторонником Здорового образа жизни Я считаю что Велосипед Это не только Вопрос Отдыха Просто красиво Прокатиться Да От пункта А маленького До пункта Б А так чтобы Можно было бы Например пересечь Вот ты из микрорайона Доезжаешь до центра города И ты можешь это сделать безопасно На велосипеде А еще лучше Если ты это можешь сделать Вместе с ребенком Это один из таких вопросов Которые обсуждаются Среди молодежи Почему Потому что Много есть Думающих Экологично Думающих о том Что автомобиль Это дорого И мы хотели бы Передвигаться Либо на общественном транспорте Либо на велосипеде Но инфраструктура Страдает Это то О чем говорят Сейчас молодые люди Представители Так называемых Вот этих новых поколений У которых совершенно другие ценности Которые может быть Готовы пересесть На общественный транспорт Опять-таки В случае Если это Правильно разработанные маршруты Это возможности Соединения Например С железной дорогой И так далее Это очень много Таких комплексных вопросов Которые мы обсуждали Много На разных сессиях И лично При встрече с жителями Но самое Мне кажется Главное Это вопрос дворов И того состояния Дорог Подходящих к дому Для того Чтобы Это действительно Хотелось бы Комфортная Комфортная жизнь Комфортные условия И этого не хватает Да Ну У нас Какой-то время назад Был гостя Въезд Русилов И он говорил о том Что такой план И идея состоит В том Чтобы немного разгрузить Даже не немного А сильно разгрузить Центр Риги И соединить Микрорайоны Напрямую Между собой Чтобы до них добираться Не заезжая В центр Как вариант Тоже Но мы не должны Забывать Что и в центре Есть точки Куда мы хотели бы попасть И поэтому Естественно Разгрузить центр Это хорошо Я думаю Во время ковида Многие заметили Что такое Пустой центр Да И пустая Старая Рига Да Ужас Какой-то город Это было достаточно Призрак Да Это был город-призрак И особенно Когда звенят Какие-то колокола Или какие-то странные Еще звуки Это реально было Как из фильма ужасов Учитывая то Что у меня Только родился Ребенок И я Выбиралась По некоторым вопросам По делам В старую Ригу Мне было так Немного Даже неприятно Вот А что касается Вестерс Нести в массы И многие Жители Микрорайонов Согласны С тем Что да Хочется Использовать Велосипед Для передвижения Да Вот может быть Еще такой вопрос Связанный Действительно Вот С Ригой Многие Предприниматели Просили Отложить налог На недвижимость Им сказали Ну хорошо Это было в апреле В мае заплатить Можно подумать Что в мае Наступит райская жизнь Да Это тоже Наверное Вопрос Гибкости Чиновников Да Это вопрос Предпринимателей Особенно Маленького Нет обороты Ну какой налог На недвижимость Ну отложите Хотя бы на год Или разделите Как-то Да Вот к сожалению Этого тоже Не произошло И что вот Мы заметили Мы буквально Недавно Еще раз Уточнили Есть ли Какая-то Возможность Отложить И нам сказали Что да Один из платежей Был перенесен На 1 июля А дальше Все по графику Соответственно Ну как-то Не все Смогут Оправиться От кризиса Так быстро А налоги На недвижимость В большинстве случаев Достаточно высокий И конечно Была бы Необходимость Отложить этот налог И еще Ну вот да Мы как раз Вспоминаем Наш предыдущий разговор Говорили о том Что из-за ковида Очень многие заказы Очень выгодные Отменились Я помню Очень хорошо запомнил Этот пример С Финляндией Если не ошибаюсь С Швецией С супермаркет И так далее Вот сейчас Опять-таки Уже Во-первых Швеция Скандинавия Они к этому Свободнее относились Ко всей ситуации Латвия Тоже в ближайшую На следующей неделе Выходит Чрезвычайной ситуации Вы чувствуете Что Ну понятное дело Что кризис Не прошел Незамеченным И так далее Но что какие-то Перспективы Открываются Или пока все еще Пока все еще Тоже неведение Я могу рассказать Практический пример По одному партнеру Из Германии Который Пересматривает Размещение заказов Каждый понедельник И каждый понедельник Мы ждем Они его отменят Или опять перенесут И это Вопрос Заказов Таких регулярных На изготовление Подарочных пакетов То есть это В принципе Показывает Активность людей Правда Ведь мы ходим На праздники Мы покупаем Вот этот пакетик Для подарка И это Большая сеть магазинов Ну что-то наверное Наподобие Я даже не знаю Ну скажем Максима той же Да Вот у них Есть такая сеть Которая Которая у нас Делала закупки Вот Этого продукта И на сегодняшний момент Уже мы чувствуем Что они Чаще выходят На работу Но Они также Очень осторожны В размещении Заказов И то же самое Я чувствую На скандинавском рынке Кстати Швеция Перестала Работать Мне кажется Ну как-то В последние две недели Совершенно Какая-то тишина Может быть связана Опять-таки С тем Что у них Все еще Очень высокий Процент Заболевших В Швеции Но Создать Коллективный иммунитет Не удалось Не удалось Как-то Да У них Совсем Вот И там Ситуация Не улучшилась Пока То есть Возвращение Вот этих Заказов На какие-то Промо-акции И печатную Продукцию Рекламную Пока Не идет Вверх Что я вижу Из позитивного Это Заказы На упаковку Заказы На упаковку Продуктов Питания Таких Как Шпроты Пельмени Крупы До сих пор Очень хороший Уровень Держим И это Те возможности Которые Нужно Использовать Я вот Заметила Что шпротники Те которые Те которые Столкнулись С кризисом Когда были Запреты Навоз Например В Россию И так далее Сейчас У них Скажу вам Золотые времена Они как В те добрые Времена Мы печатаем Очень много Этикетки На рыбные Консервы На разных Языках На разных Абсолютно верно На разных языках В разные страны Там включая Казахстан И так далее То есть Это То те продукты Которые имеют Спрос И соответственно Вот слава богу Наши производители Вот на этом Ну как-то Немного подняли Свои обороты А вот государство Многие просто Не заняты Может в сфере Производства Вот государство Как помогает Именно тем Кто производит При всем уважении Ко всем предпринимателям Но все-таки Ну вот Те кто создают Добавленную стоимость Ну нужно поддерживать Сколько у нас таких Есть Конечно Опять-таки Надо всегда делиться Государство делит Всегда так называемые Очень большие предприятия И предприятия Средние Вот я не знаю Как большие Потому что мы представляем Среднее предприятие Опять-таки Среднее предприятие С точки зрения Очень сложно У нас Классифицируются Эти предприятия С точки зрения Количества работников Или оборота Иногда бывает так Что количество работников Очень маленькое 20 человек Да А оборот Там может быть Вообще миллионными Да У нас Показатель такой Что 70 работников У нас было Оборот около 6 миллионов евро И мы все равно Классифицируемся Как small medium business Так называемые Малое и среднее предприятие И я вам скажу Что это только на Словах Да Там есть какие-то Программы Аутом И еще что-то Но фактически Это ничего не работает И мы Мы ни разу Не использовали Никакую поддержку Со стороны государства Разве что Я могу похвалить Латвию с инвестицией На то есть Тибис Адвентура Это Аиста Далия Да Где действительно У нас есть возможность Проконсультироваться На тему того Как выйти на какой-то Новый рынок Ну то есть Это было актуально Да Как заняться экспортом И мы Также ездили На разные выставки Отраслевые Вместе с ЛИА Это вот действительно Вот такая поддержка Практическая Все остальное Я вам скажу Это просто Где-то написано Но мы как Производственники Не получаем ничего Причем Когда есть Какие-то даже Программы Европейского уровня Мы не попадаем Почему? Потому что мы находимся На территории Риги А в основном Программа поддержки Для производственников Идет для тех Кто вне Риги И тут вопрос Либо ты должен Переехать ради Этой программы Куда-то Или все-таки Ты остаешься В зоне доступности Где опять-таки Рабочая сила доступна И какая-то инфраструктура Для того чтобы Мы могли оперативно Эти же заказы Развозить и так далее Это тоже интересно Очень что касается Бизнеса Мы слышим сейчас Каждый день Мы потратим Сейчас 2 миллиарда Потом 4,5 миллиарда Потом 2,9 миллиарда Придут из Европейского союза Вот все думают Слушайте Ну надо уже Открывать кошелек Может быть Посыпятся деньги И ничего не происходит Как-то не происходит Да Я не очень хорошо понимаю На самом деле Вот это распределение Этих денег Да И мы видим Как много Предпринимателей Жаловались о том Что например В определенный период У них сформировался Долг по налогам И они сразу Пролетели По возможности Получить Какую-то компенсацию Со стороны государства Или помощь Но Это был Исторический момент Потому что опять-таки Вопрос сезонности Да Когда Копится какой-то налог По Долг по налогу И потом Начинается сезон Как это например В бизнесе Ресторанном Или в гостиничном И потом Они это возмещают И к сожалению Многие Жаловались Даже что они Это не получили Поэтому распределение Этих миллиардов Да Это просто мне кажется То Высоких эшелонах Власти обсуждается А на практике Ну Мы точно Не получили И как-то даже Не ждем Что эти деньги Посыпятся Рассчитываем Только на себя У нас Телефонный Звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Доброе утро У меня к вашему гостю Другой вопрос Скажите пожалуйста Вам не кажется Что наше правительство В панике От ковид Диод нас Напринимало решения Которые вообще вредят Просто нашей стране Я привожу вам пример Поощрить на мой взгляд Должны были те предприятия Которые сохранили людей Которые не просят Уменьшить налоги Или перевести И которые Любыми путями Пытаются работать А правительство Напринимало законы О простоях каких-то Бало того Что там не платят Я вам привожу пример Живой Я живу За Ригой Летом И там стоит Насосная станция Там надо ее подключать Каждый раз Вот я звонил фирму Которая этим занимается Вчера И говорю Вот так и так Приезжайте подключить Насосы Они мне знаете что говорят Не поедем Через месяц А почему А мы на простое Я говорю Подождите Работа есть Лето Началось Таких как Я Ну и что Вы решайте Сами Мы на простое Представляете До чего Дошли Люди Они не хотят Работать Им не надо Потому что Им правительство Вроде бы Платит деньги А мы Сохранив Всех рабочих И сократив Ни одного Не отправим Никого на биржу От государства Не получаем Ни одной копейки Спасибо Большое Я совершенно согласна С слушателем Потому что Мне кажется Что на самом-то деле Наша экономика И держится На таких ответственных И Скажем Долгоиграющих Предприятиях Которые Все держат На своих плечах И принимают Ответственные решения И все Что касается Поддержки Мы просто На нее не надеемся А работаем Сами И Видим Что Поддержка Действительно Была бы нужна Именно Таким Работающим Предприятиям Потому как Это такая Эмоциональная Тема Честно говоря И хочется О ней говорить Много И красноречиво Не хватит Но В любом случае То же самое Мы можем говорить И про поддержку Семей Ведь Когда Случилась Вот эта вся Ситуация И школа Присла в наш дом Вопросы питания И так далее Там были поддержки Только например Для малоимущих семей А у меня был вопрос А скажем А есть ли это Работающая семья С каким-то Средним достатком И никакой поддержки Она получить не может Это мама Значит Я прошу прощения Работает на удаленке Сидит на кухне Двое детей Распределены по комнатам Им нужно выдать По ноутбуку Для того Чтобы они могли Работать удаленно А папа Вообще не знает Где ему найти место Потому что Две комнаты заняты На кухне работает мама Кто поможет Вот этой семье Да То есть этой семье Не помогает Разве что Поэтому в данной ситуации Честно говоря Мы всегда думаем О тех Чтобы пойти на простой Дать пособие И так далее А вот те предприятия Которые стараются Удержаться на плаву И строят Весь этот бизнес Только на Свои средства Да конечно же Хотелось бы всегда Чтобы именно Ими помогали Но как я и говорила В начале нашего разговора Иногда кажется Что те Кто сидят у власти Они вообще Очень далеки от реальности Да Они по-моему Либо в Excel Таблицах работают Да Либо на связях С какими-то своими Другими предприятелями Которые Ну вам тогда Могли бы ответить Те предприятия Которые вот еле выживают И они выживают И они выживают Только с помощью Государственной Только с государственной помощью Что ну вот Вы же и так Сами справляете Зачем вам помогать Вы сами выживете А нам нужно Вот этот тяжелый момент Пережить А потом-то мы выплывем Но нам сейчас Очень нужна эта помощь Это вопрос Мы можем долго дискутировать То есть я согласна Со слушателем абсолютно Да Что поддержка Того предпринимателя Который сохраняет Рабочие места Ну например Опять-таки То что касается Каких-то налогов На недвижимость Еще что-то Может быть какие-то Послабления хотя бы Да Как бонусы Да Для того чтобы Мотивировать тебя Не уволить этого работника И так далее Но разве Пособие по простою Мотивирует Это конечно нет Да Вот такой последний вопрос Вы упомянули Бывшего мэра Фактического последнего Перед его отпуском Олега Блова Вы считаете Что он сможет Вот этот вот Кризис Как-то больше преодолеть Вот допустим Ну я Когда Аришская дума придет Вот опять Я очень надеюсь На то Что Олег сможет Сплотить Вокруг себя Единомышленников И Дума Заработает Действительно С новой энергией Той энергией Которая присуща Именно ему Это Мне кажется Вопрос хозяйственника Это то Что нам в Риге Очень-очень нужно И мне кажется Лучшего Кандидата На то Чтобы руководить Думой Я не вижу Ввиду того Что я сама Сталкивалась с тем Насколько он Деловито Решает вопросы Вопросы Городского уровня Насколько он Компетентен В разных отраслях То есть Здесь вопрос Только одного Чтобы Наконец-то Депутаты Из разных Фракций Сплотились И работали Во благо Рижан Да Ну вот На такой ноте Наверное Мы закончим Диана Новицкая Была у нас в гостях Диана Новицкая